Привалямба, привалямбеус, всем будущим Чонгамейнерам, если ты не рак, ты в канаве у Дафи Дака. Короче, ходил, гулял, вообще ничего не делал и во дворе встретил, короче, Чонга Экзорциста. Да, он такой говорит, смотри, какой новый плащ себе купил, хочешь такое же? Я говорю, да, хочу. И он такой мне говорит, хотеть не вредно, а даже полезно, но для начала тебе нужно научиться на мне играть, чтобы я тебе дал свой трофей. А я ему говорю, себя приди, я могу просто так взять и играть на тебе и на твоём скине тоже. Короче, сейчас я вас научу на нём играть, все быстрые штучки, вот эти моменты, самые важные, сейчас всё обсудим и максимально быстро всё будет, что я ничего затягивать не буду, лишнего ничего говорить не буду, ничего вообще говорить не буду, буду просто молчать, весь гайд. С тебя лайкосик, амитосик, подписочка, колокольчик, свапай танчика, если он ничем ни кем не конкурится, и, да, полетели. Начнём с самого важного и основного насчёт этого героя. Я в этой катке сделал маньяка, да, это очень важно для этого героя вообще, да, я хвастаюсь, потому что я хвостун. А ещё, ну, скинец, ну, прям очень сасный, вот эта вот вся рисовочка, эффекты, как он бегает там рукой, хоп, перекидывает, это просто бомба. Я прям полюбил Чонга заново, как будто ещё раз влюбился в Чонга, второй раз, вторая любовь. Ну, а если ещё вдруг остался кто-то, кто не знает или не понимает, где можно пополнить алмазики в нашу любимую Mobile Legends, то я вам могу порекомендовать неоднократно проверенный лично мной сервис GameShop.ru. Там постоянно проходят акции, скидки, вот, например, сейчас за каждого приглашённого друга, который сделает самую минимальную покупку в этом магазине, за это ты получишь алмазы. Сервис, само собой, работает во всех регионах и странах, пополнить можно скиваря спокойненько, просто пополняешь киви, пополняешь там, чё, кого, делаешь, хоп, покупаешь с алмазиками, спокойненько гуляешь. Быстрота доставки алмазов, конечно же, на высоте, ну, а всё, что там нужно сделать, как это всё заполнить, как получить алмазы, там всё конкретно написано. И даже есть подробная инструкция по пунктам, как что делать, что заполнять, куда чё писать, и поэтому ты по-любому не ошибёшься. В самом последнем случае у меня есть конкретно отдельный видос, как это всё пополнить и всё классно сделать. Все ссылки, само собой, в описании видосика, переходи, пополняй, приглашай и чувствуй себя настоящим алмазным магнатом. Короче, правильный геймплей, да, ты заходишь в игру, всё, взял чонга, всё, такой, хоп, идёшь на лайн. Чего ты делаешь? Постоянно с первых секунд юзаешь пассивку на своём оппоненте, постоянно следишь за ней, постоянно её набиваешь. Если кто не в курсе, пассивка ваша выглядит на вражеском персонаже, в виде под ногами, там такая полукружочек, который наполняется, и когда он наполняется, челли, короче, начинает терять хп, а ты начинаешь, наоборот, получать это хп себе. Ну, в принципе, там можно сразу пассивку и обсудить. Короче, чонг применяет частицу ша на цели каждый раз, когда он наносит урон вражеским героям, и тем временем собирает эссенцию ша. Частица ша – это то, что вы заполняете своими ударами базовыми или навыками. То, что заполняется эта частица – это эссенция ша, это серая полоска под вашим хп. Частица ша извергается при достижении пяти зарядов, то есть, чтобы полностью набить первую пассивку на вражине и получить от неё эффект, нужно всего сделать пять ударов, то есть пять зарядов, и она полная. Когда она становится полная, как я уже и говорил, она начинает наносить дамажину каждые 0-5 секунд, отнимать здоровье у вражины и, наоборот, прибавлять здоровье вам. Ну, а когда эссенция ша, то есть серая полоска под вашим хп полностью полная, чонг получает 30% к скорости передвижения и 10% вампиризма от навыков. И всё это, в принципе, всё, что вам нужно знать о вашей пассивке. Пять стаков набиваем, получаем отхил, убавляем здоровье у вражины. Ну, а если серая полоска заполнена, то у вас там всякие бафчики, ништячки и тоже очень всё классно. Следующее, что очень важно, это не первый и третий и ультимейт, а именно второй навык. Этот навык имеет две фазы. Первая, это вы попадаете, то есть, ну, направляете куда ударить, вот этой привидением, вот этой частицами, вот эти вот, вы высвобождаете. Вторая фаза зависит от того, попадёте ли вы этим вторым навыком или нет. Неважно, в крипа, в миньона, в лесного монстра или же во вражину. После попадания у вас появляется увеличенная область базовой атаки, усиленной базовой атаки. Например, закинули второй навык, хоп, увидели, что у вас появилась увеличенная вот эта область для усиленной базовой атаки. Подошли к вражине на эту дистанцию. Если вражина попадает в эту область, вы просто нажимаете базик, наносите усиленную дамажину и одновременно с этим сокращаете дистанцию. Поэтому его, в принципе, можно использовать и как второй эскейп. Но ещё, что очень важное в этом навыке, это то, что вот это высвобождение дракона, когда вы делаете первую фазу, направляете, да, наносите вот этот момент. Он работает по области и это значит, если вы попадёте в нескольких челиков этим навыком, то ваших частиц ша накопится столько, во сколько челов вы попали. Ну, либо в миньонов, либо в монстров, это мне важно. И потом, когда вы будете делать усиленный базовый удар, вот это по области, которая даётся на время, все частицы, которые вы настакали с первой фазы, то есть, ну, по области, когда дали этот навык, будут сразу же настаканы на вражине, которого вы дали вот этот усиленный базовый удар. Короче, чтобы было проще, объясню. На первом уровне вы по-любому прокачиваете пилу, да, встречаетесь со вражиной, нажимаете эту пилу, потом базиками начинаете стакать свою пассивку. Пять раз стараетесь настакать, у вас не получается там чё-кого. Но если вы на первом уровне сразу прокачаете второй навык, и дадите этот навык в трёх крипов на линии, а усиленный базик сунете во вражину, то у вас сразу три заряда, которые вы получили от миньонов, нанесётся вражине. И вам останется всего два заряда добить базиком. Так, ну, в принципе, самое важное, вроде бы, рассказал, ну, а всё остальное, ультимейт, да, вы превращаетесь в дракона. Стараетесь своим носом зацепить максимальное количество челов, чтобы, само собой, настакать пассивку, и летите вы не просто так куда-то, куда захотели, а в самых дальних и хорошо защищённых вражин, типа стрелков, магов, которые постоянно стоят за танками, позади всех, до которых очень трудно добраться. Ваш ультимейт позволяет добраться до них просто на изи. Ну и, само собой, используйте его целесообразно, чтобы быстро стянуться на ларда, черепаху, максимально быстро стянуться на файтец, и не забывать это делать, не просто тупо торчать на лайне, а постоянно помогать своим союзникам, потому что у вас есть такой чётко бомбовый ультимейт, который позволяет вот так быстренько куда-нибудь да прилететь. Ну и всё, в принципе-то, постоянно юзаем пассивку, помогаем своим челикам, а ещё постоянно первый навык, ну, вот эту пилу, используем со своим эскейпом, чтобы было вообще всё чётенько и неожиданно. По сборочке есть очень множество, большое количество сборок, и каждое снаряжение, конечно же, зависит именно от вас. Как вы играете, на дамаг вы больше хотите, на отхил вы больше хотите, или вы хотите больше впитать, например, как я, лично моя сборка такова, ботинок на маг или на физ, деф обязательно, никакой другой вообще не покупается. Топор войны обязательно для хп, для дамажины, для перезарядки и вообще там целый фарш всего полезного. Господство льда, если требуется, если не требуется, и если вы хотите больше пойти в дамажину, то купите серв, если хотите больше дамажины и отхила, то топор кровожадности, но лично я всегда собираю господство льда, потому что в каждой второй катке оно нужно, но если оно все-таки не нужно, то я его просто пропускаю и покупаю оракул, потом керасу и бессмертие, ну а потом ближе к лейту смотрю, либо маг, либо физ, деф докупаю, например, шипованная броня, либо сияющая броня. Эмблема у меня бойца на физ атаку, на физ проникновение, с перком на кровавое першивство, чтобы само собой еще больше увеличить свою отхилятину. Ну и в принципе-то видосик подваливается к своему конечному результату. Самое важное рассказал, объяснил, показал, научил. Ну а сейчас вы можете еще раз посмотреть моего маньяка, а точнее незаконченного, беспощадного, вы можете там посмотреть, как это все было. Ну и само собой подписывайся в телеграм-канальчик, там очень много годной инфы по обнове, по всем вот этим вот моментам. Ссылка в описании видоса. На канал подписывайся, но оформляй по-любому. Ну а с вами был Дофидор, и всем репорт само собой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok